Если можно было бы представить, как выглядит социальный лифт, то хотелось бы, чтобы он был таким же комфортным, быстрым и поднимал без остановок прямо наверх. Шанс подняться на вершину по карьерной лестнице получили финалисты конкурса «Лидеры Кубани». Подобный проект впервые проходил в Краснодарском крае. Это реальная возможность талантливым управленцам, бизнесменам, да и просто профессионалам своего дела попасть в государственные структуры, чтобы сделать жизнь вокруг себя лучше. Сегодня стали известны имена победителей. 25 человек. Всех их лично поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Но праздновать лидерам Кубани долго не пришлось. Практически сразу началось пленарное заседание с главой края, экспертами и наставниками конкурса. Собрались не только победители, а все финалисты. Это 100 человек, которые теперь войдут в резерв управленческих кадров региона. Кроме запланированных выступлений, Вениамин Кондратьев предложил перейти к формату свободного микрофона. И первый же вопрос из зала. Каким глава Кубани видит настоящего лидера? Лидер – это совокупность многих характеристик и качеств. Еще раз подчеркну, выиграть конкурс – это еще не значит стать лидером. А самое главное – это умение брать на себя ответственность. Ответственность – это самое главное качество лидера. Потому что живет человек до назначения и после назначения на любую должность. Лидер обязан тут же трансформироваться, как только он занимает опленную социальную площадку, где от него начинают уже зависеть другие процессы. Он обязан трансформироваться в силу того, что ответственность он на себя принял. Испытания длились три месяца. Участие в конкурсе приняли около 4 тысяч человек. И не только из Краснодарского края, а еще из Москвы, Волгограда и Томска. Всем пришлось пройти через заочное тестирование несколько зональных этапов, где проверяли как лидерские навыки, так и способность работать в команде. За теми, кто вышел в финал, уже выстраивается очередь из потенциальных работодателей. Особенно много предложений от муниципальных администраций. Мы небольшой сельскохозяйственный район, но в управленцах испытываем определенный кадровый голод. И, конечно же, те молодые люди сегодня с современными подходами, безусловно, уверены, что эти люди будут очень востребованы. Мы надеемся на то, что обратят внимание на самом деле сегодняшние победители. Приедут к нам, а мы их обязательно пригласим. У нас постоянно есть вакансии, это различные направления, это сфера жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, реальные секторы экономики. В списках победителей специалисты абсолютно из разных сфер, от преподавателя по технике речи до мэра Кореновска. В неформальной атмосфере после пленарного заседания со всеми встретился губернатор региона. Но даже обстановка за чашкой чая не сбила деловой тон разговора. Новые лидеры Кубани предлагали проекты, озвучивали проблемы и пути их решения. Проектное управление, это ведь действительно очень эффективно. И муниципалитеты платят огромные деньги спикерам, которые приезжают к ним и внедряют это проектное управление. Финал показал нам, что мы все здесь собравшиеся, можем быть такими командами. Я увидела здесь столько людей, которые могут решать не только маленькие дела, но и очень большие. Решать и решить... Согласна. Это абсолютно разные подходы. Одни нацелены на результат, а другие нацелены на демонстрацию какой-то деятельности. Вот я готов здесь порядки эксперимента, ну, создать свою проектную команду. А у нас достаточно районов, где есть локальные проблемы и не очень. Ну, вызывайте эту команду и пусть покажут на деле. Алексей Сергеевич, не потеряйте тогда контакт, дайте возможность. Я хочу увидеть, что это может быть. Все победители достойны получить должности в государственных структурах, отметил Вениамин Кондратьев. Подобные конкурсы, как лидеры Кубани, могут стать серьезным кадровым ресурсом для многих министерств и департаментов. У меня, я считаю, что большой опыт работы с персоналом. То есть молодежь, ее компетенция, обучение, работа, работа с людьми с инвалидностью. И эти все компетенции я готова реализовывать и в государственной политике, и в бизнесе. Одно из главных условий конкурса – обратная связь наставников с победителями не должна обрываться после окончания испытаний. Они должны быть интегрированы, в том числе и в рамках социального лифта. Как минимум уже на новый этаж, который будет повыше прежнего этажа. Даже однозначно. Иначе, говорю, не надо заниматься модным сегодня конкурсом, если бы на самом деле им награда будет виртуальной, а награда должна быть реальной. И тогда количество участников конкурса будет множество, поверьте. Вот единственное, я требования свои сказал, в том числе и к организаторам. Информационная доступность. Вот все должны знать, что этот конкурс проходит. Чтобы везде, не только среди чиновников, я это заметил, что очень много наших коллег приняли участие в этом конкурсе. Но то, что не только даже представители бизнеса, в том числе и студенты, да и представители других отраслей экономики, да и просто социальные группы должны принимать участие в этом конкурсе. Но карьерный лифт – это полдела. Главное – доказать, что ты действительно достоин занимать новое место. А проигрывать, как признаются лидеры Кубани, они не привыкли. Александр Иванченко, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.